К нам в студию приехал самый известный цыган Украины. Встречаем, это Петя Чёрный. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, вот с первого раза... Здравствуйте, Андрей. Я без цыганских шаблонов, знаете, штампы сейчас спе... Можно и песню спеть. То есть это не ком? Да, я в данный момент, почему это очень мне касается, потому что в данный момент все прекрасно знают, что я артист, и у нас есть ресторан свой, но не в качестве рекламы. Я не буду даже называть, уже 16 лет, артисты многие знают. Но когда касается уличной еды, так я вам хочу сказать. Это касается каждого. Андрей, уважаемая страна, мы являемся рекордсменами мира. По-самому вкусному, 167 метров на Майдане мы сделали, это 10-метровый, но мы сейчас все познакомимся. Это 10 метров. Здравствуйте, это 10 метров. Здравствуйте. Вот это те кадры, когда ты сделал, приготовил самый длинный в мире шашлык. Знаменитые кадры на Майдане. Весь мир тогда облизывался, глядя на вашу работу. Мы бы показали, как мы снимаем этот шашлык. А у нас есть кадры, как готовился именно этот шашлык. Да, давайте посмотрим. Поэтому я с этим на ты. Очень приятно, что наконец-то я приехал со своим шашлыком. Здравствуйте. Я с ним. Обратите внимание, все ребята в перчатках. Здравствуйте. Здравствуйте. Угли раскладываются очень быстро. Мангал как Су-27. Что касается уличной еды, я именно за уличную, наверное, в крови, что кочевник. Что цыгане делают? На коврях обедают. Сало мяса не едят, на курятину глядят. За 15-20 минут на ваших глазах только что будет шикарнейшего с овощами гриль. 6 килограммов. На каждом шампуре 3 килограмма мяса. Вкусно? А рецепт мяса вы сможете попробовать в студии. Поэтому, на самом деле, знаете, Андрей, действительно уникальность в том, что вот мой друг придумал уникальный мангал, который технология действительно... То есть соединилась. Нету ни света, нам не надо ни воды, ничего. Мы встали в поле, и поверьте, за 35 минут тонна мяса. Так, а у нас тут были очень много претензий. Петя, было съедено или приготовлено? Нет, приготовлено, да люди в карманах растаскивают. Петя, а как же в поле вот санитарные нормы и прочее? Ну, во-первых, у нас никогда не дотрагивается... Знаете, говорят, шашлык должен жарить мужчина. Потому что насаживать и жарить должен мужчина, говорят. У нас никогда не дотрагивается до мяса. Что можно сказать? Наверное, отведать надо. Я думаю, что это будет самое лучшее. Петя, а какой смысл был вот 160 метров делать шашлыка? Смысл, чтобы объединить как можно больше людей за вкусной едой. Петя, ну не томи уже, можно это попробовать? Начинаем! А я возьму в одну руку яблоко, а во вторую бургер. И пока наши гости не съели весь шашлык без меня, я хочу сказать, что на самом деле и в яблоке можно найти червоточинку, и быстрая еда уличная тоже может быть полезной. Главное, тщательно проверяйте то, что вы едите. Будьте здоровы, и пускай еда объединяет. Это касается каждого. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень вкусно. Вот грибин подтвердит. Я шашлык не пробовал, но это... Ой, да. Бери, бери, бери. Сейчас скажу насчет шашлыка. Вкусненько очень. А и гамбургер был вкусный, который с вами был. Вообще, если что, приготовлено с любовью? Да. А если ты кушаешь с любовью, это когда вообще? Это все, что вы видите, даже курицы шашлык находятся от патента. Начиная от мяса, от мариновки, от банкала, от всего. Где пока чай. Но его никто не имеет права даже повторить. Быть добру.